Любой пептид, какая его задача? Это синтез, пролиферация, то бишь деление и дифференцировка. Любой пептид направлен именно на это и все, вы запомните вот это, то есть стимуляция деления клеток и их дифференцировку в том месте, где будет произведена инъекция, где будет точка приложения. Любой пептид оказывает действие. Если это комбинация пептидов, препаратов часто бывает, 2, 3, 4 пептида, то действия, они оказывают естественно в совокупности, но из этой всей компании есть какой-то один ведущий пептид, который будет бежать впервые всех и присоединяться вот к этим рецепторам. И именно от этого ведущего пептида и будет зависеть действие препарата того или иного. Но все равно любой пептид направлен на сеты с пролиференцировкой и дифференцировкой. Это такая подсказка для облегчения вашей трудовой и умственной деятельности. Технологами подбирается определенный состав аминокислот для каждого конкретной точки приложения. Но аминокислоты, опять же, общая их задача, это строительный материал, это кирпичики, из которых будут складываться, что коллагеновые эластические волокна, например, потому что это все равно белковые структуры, и они будут именно складываться. То есть для облегчения факторы дороста свои простимулируются, и деление все пойдет, но облегчение для ускорения процесса доставляется именно в тот самый строительный материал. Каких-то глобальных исследований, доказывающих то или иное действие конкретного витамина при интрадермальном введении и его поведении именно в дерме, но нет таких данных. Поэтому мы можем только предполагать, как он будет действовать. Но вот есть клиническое исследование какое-либо, доказанное, что тот комплекс какой-то, определенный, который технологи конкретной компании, например, Биатрис, создали и внедрили в один из препаратов, например. И вот именно это сочетание будет доказывать, например, себорегулирующее действие. Это все, это вот компания этих витамина.